МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа новинной регионы у студии Олена Мелешанкова. Витаю вас с сегодняю выпуску. Не только для Беларуси. Предприемство рассветами Орловского тротину выросшенной Городнины поставляя на экспорт. Губернаторская елка собрала больше пау тысячи жахаром Могилевской в области. Як правильно выбирать пиротехнику и яких зеленых прыгажун набывают до свято. Глядите далей. Кировский район амаль у полторы разы больше собрал все литогороднины. Основным выросшиванием таких культур, як цыбуля, капуста, морква, столовой в Бураке, занимается сельгаз-продприемство «Рассвет» имя Орловского. И продукцию реализует не только у гандлёвая кропки Беларуси, а лея продает на экспорт. Усе камеры Городнина сховиши сельгаз-продприемство «Рассвет» имя Орловского заполнены уластной продукцией. Процельники господарки зараз перебирают моркву. Я ее будуць отгружать на продаж у Россию. Рассвет имя Орловского за валюту продает теперь не только томаты и огурки с теплиц. Корыстаецца так само попытам Городнина открытого грунту. Наша продукция в основном идет по территории Республики Беларусь. Отчасти процентов 30 идет на экспорт. Показатели доведенные мы выполнили в этом году. Поэтому качество данной продукции у нас на высшем уровне. Морковь, капуста тоже будем экспортировать. Но это уже будет экспорт приходиться на 2018 год объема. Не спиняется праца на линии сортировки цибули. Загрузили одну машину, подъезжая другая. Да раньше и со складу на конвейер Городнина поступает автоматично. Бывает отгружаем день по 40 тонн, по 50 тонн. Бывает и 2-3 тонны. Ну, в принципе, каждый день отгрузка идет у нас. Мы же продали, наверное, тонн 800 лука. Осталось у нас 1100 тонн где-то. Мы в этом году увеличили объемы овощей открытого грунта. Особенно нам удалось лук. Мы собрали его процентов на 20 больше, чем в прошлом году. Мы в этом году увеличили на 20% заработную плату. Поэтому и объем выручки у нас возрос на 20% к уровню прошлого года. Поэтому зарплата подросла, конечно. Цибулю выросшивать выгодно подлечили у расвете имя Орловского. Ее рентабельность складает около 80%. В общем, многим, благодаря этому сельгазпортприемству, Кировский район перевыкну план по выросшиванию Городнины. Татьяна Сергеевич, Миколай Соболев. Новины региона. Традиционно, в передновогодние дни все подводят выники года. И наша творчая группа не выключение. 29-го снежня. Мы покажем самые запоминальные подеи. Узгадаем самые значные открытия, самые войные будовли, самых цикавых людей, которые покинули отбиток в нашей памяти. Глядите, выниковый выпуск программы «Новины региона». 29-го снежня на телеканале «Беларусь-Чатыры Могилев». Его початок в 19.45. Головная елка в области собрала гостей из усею Могилевшины. На великое передновогоднее свято запросили полтысячи дятей. Выдатники в учебу, пераможцы олимпиад, дети-сироты. Усеяны приняли в вершиване и солодкие подарунки от старшини Могилевского. А был ваканкама у Владимира Даманилского. Сотни детей, казочные отсюда и подарунки. Великое новогоднее свято отбылось в областном центре творчести. Тут было усе – танцы, забавы и прыгожая казка. В святочной атмосферах – это ящие детячие мары, щирые пожадания и добрый настрой. Я жду от Нового года, чтобы у всех было счастье, здоровье, чтобы все его хорошо отпраздновали, чтобы никто никогда не отчаивался, чтобы добился своих целей и добивался всего сам. Я жду от Нового года побольше хороших отметок, счастья, радости, подарков хороших. У концертной зале аншлаг с пачатку веншаванне от старшини Могилевского, а был ваканкама у Владимира Даманилского. И солодкие подарунки. Подарунок у отказ кераунику региона от детей – зимний пейзаж, ручная работа. Неузабаве на сцене разгорнулась грандиозная дея. Кацка-мюзикл «Кот у сапогах» – так само подарунок детям. Поставили его по мотивах твора Шарля Перо. Алена тутэйши лад с Дедом Морозом. Хачу пожелать крепкого здоровья, хороших оценок, успехов в учёбе, удачи в жизни и, конечно же, весёлого, хорошего настроения. Весёлые новогодние песни, танцы и узнёслый настрой. Успаминны про усё гэта надолга застанутся у кожнага, хто став светкам гэтага прыгожага свята. Подарунок отрымаўся пасаправднаму светлым и радасным. У свою шаргу детям так само ёсть, что сказать Деду Морозу. Без якого Новый Год не мог бы стать особливым святом, наполненным чаканнем суда. Новый Год – это очень весёлый праздник. Все дети любят подарки, а подарки дарят на Новый Год. Ну, да, Новый Год тоже он как бы… Дедушка Мороз каждому там приходит подарки дарит. У Могилёвя жывіліся ёлочные базары. Хандлёвай рады зазілянілі, а ў покупняков голова іде кругом не толькі, а д ассортыменту. А лей неверагодной духмяності хвойных древоў. Які ёлкі набываець в Могилючані? Прагэта наш наступны сюжэт. Нагадзініку толькі паудзінь, а Таціяна прадала ўжо дзісятак ёлок. Ліш ба для перші паловы дня кажа добрая. Ёсць ўсе падставы да вечара реалізаваць каля паў сотні хваўых прыгажунь з Бялынинськага района. Попыт на новогодні адреусы расте пропорціональна з набліжэнням 31-го снежня. Ёлкі прадаюцца, я хачу сказаць, даже очэн харашо прадаюцца, несмэтря на таку пагоду. Кожному пакупніку тут абавязкова выдадуть квіток, які офіцейна падтверззіць, што ёлку купили, а не самовольно секли. Пакупнікі першываюць, каб ёлышка добра отстояла ўсе новогоднія святы, а тому вельми уважливо аглядаюць товар. Я считаю, што это непосредственно нужный атрибут для любого нового года. І тенденція, што люди стали покупать искусственные ёлки, она, как и со всем, што происходит в нашем мире, я все-таки за натуральное. Патрабавання ў да ёлок не менш, чым да ўдзельниц конкурсов прыгажості. Вышыня, стройнаць, пухнатоць. А для многих яшы і пахвоя з'являюцца абавязковым символам нового года, які напаўняют дом, отшуванням свята яшы добою курантал. Для меня ёлка с самого детства – это самый главный атрибут новогоднего праздника. Во-первых, запах, во-вторых, вот эта праздничная атмосфера. То есть, в моём понимании, искусственная ёлка её не даёт. Мы служим одни только, у нас уже дети взрослые. Но я считаю, если ёлки нет, значит и праздника нет. У выборы ёлок помер мае значэнне. Чым вышеў древца, тым больш высокий кошт. Да, одного метра ў середнім каштуе – 6 рублёв. А вось за прыгажуню у вышыню кватэры придіцца аддаць 40 рублёв. Ирина Барделовская, Юля Мычка, Дзянис Бутылян. Новины регіона. Без фейерверка ў бенгальскі хагню інші атрибутыкі не выходіцца ни адзін Новый год. Яны зарабілі наше жыцё больше весёлым і ярким. У той же час, нават самая простая хлапушка з'являецца аб'єктам павышанной небяспекі. Як выбрать піротэхніку і прыгэтым не апекчыся? У прамым сэнсі гэтага слова ведуець наши корреспондэнты. По-перше, спецэээлісты засаражываюць увагу над тым, што піротэхніку треба набывай толькі ў спецэээлізаванных магазінах. Бо вільмі важна, ў яких умовы гэтээ вырыбы заховывалі. По-вторых, када мы купили піротэхніческай зделя, на нём должна быць інструкція на русском или беларускім языке. Мы обязательно ёё изучаем і делаем в точності, как в ней написано. Упаковка святочных асалюту павінна быць без пошкоджэнё. Зверніться увагу і на термін придатності вырыбы. Калі вы сумніваеціся ў якості товару, то маеці права запотрабаваць сертифікат. Йо назначає, што піротэхніку теставалі і легальна допустили для продажу. У професійных магазінах продавцы расскажуть, як правильна установіць піротэхніку, наприклад, вось таку ракету з палкай. Закапываць ёё нельзя. В землю? Ні в коім случае. Ні в коім случае. І в руке держать нельзя? І в руке ні в коім случае, конечно, нельзя. Вона ж у вас з палка улетає, то она у вас, если вы будете держать палку, она взорвётся в руке. У руках у вогалі нільха тримає запалені піротэхнічній вырыбы. А крам'я бенгальських огнів і тортовых свечок. Я не самая безпешна. Інші види піротэхніки треба запускать тільки на вулиці. В случае взрыва петарды во время её использування в руках у чоловіка возникают тяжелі травмы кисти, вплоть до отрывов пальців, сегментів конечностей, которые сопровождаються, як правило, поврежденням мягких тканей. То есть ожогами, какими-то разной степені тяжесті. Каб пазбігнути нещасного выпадку, треба ведать і виконувати елементарні правила біазпеки. Гэта да поможе пазбігнути непрадбаржанних ситуацій. Ну а свята отримається пасаправдному ярким. Ежелі наші ізделі по якім-то причинам не сработали во время запуска їх, то нужно 15-20 минут подождать і тільки післе тава к ним підходзіць. Ну і, конечно же, нільзя наших дітей допускать па дундам піротэхнічнічнім ізделіям. Ну і в конце я хотів би всім пожелати нашим жителям безопасного Нового года. Таціяна Осмоловська, Віталь Аляксієнка. Новини регіона. Саме актуальні новини наші в області на сайті ТВ Могилю.кробкабай. А я з вами розвітуюся. До зустрічі.